Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Сто студентов устроили на предприятие Кировской области. Проблему нехватки кадров обсудили в ходе оперативного совещания у губернатора. На сегодня потребность промышленных предприятий региона в кадрах более 2200 человек. Чтобы решить эту проблему, приняли решение о трудоустройстве студентов старших курсов учебных заведений на промышленные предприятия в период обучения. Так, уже на этапе учебы они получают практический опыт и достойную оплату, а производство имеет возможность улучшить ситуацию с обеспеченностью кадрами, говорят в областном правительстве. С декабря 2022 года уже 100 студентов устроили на производство. Также сейчас в регионе корректируют цифры приема в среднепрофессиональные и высшие учебные заведения в соответствии с потребностями промпредприятий. 80% жителей уверены, что в Кирове нарушаются права работников. При этом с реальной необходимостью отстаивать свои права на работе сталкивались 7 из 10 человек. Таковы итоги исследования, проведенного специалистами из сервиса «Суперджоб». Чаще всего работники стремятся урегулировать конфликт самостоятельно. В суд или в Государственную инспекцию труда обращался один из 10 опрошенных. 7% столкнувшись с нарушением трудового законодательства не отстаивали свою позицию. Лишь один из трех горожан никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои права как работника. В Кирове три адвоката фальсифицировали доказательства по делу. Факт был установлен сотрудниками управления ФСБ по Кировской области. Руководитель одного из адвокатских сообществ Кирова и два адвоката разработали преступную схему, которая помогла уйти от уголовной ответственности руководителю одной из строительных компаний региона. В пресс-службе ФСБ подчеркивают, что в результате их действий к уголовной ответственности было привлечено заведомо невиновное лицо. В отношении троих адвокатов возбуждены уголовные дела. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.